Ситуация с устранением последствий чрезвычайной ситуации находится на постоянном контроле краевых властей. 22 января уже в 9 часов вечера состоялся очередной видеоселектор с вице-губернатором Вадимом Лукаяновым, на котором главы пострадавших районов отчитались о проделанной за день работе, о количестве задействованных людей и техники. Все население у нас с теплом. Ресурсы. НЕСК 12 бригад, 72 человека, 12 единиц техники. Кубань Энерго 11 бригад, 38 человек, 10 единиц техники. Муниципальное образование 180 человек, 14 единиц техники. Как рассказал Роман Сенеговский, работы по восстановлению энергоснабжения будут вестись круглосуточно. Для оперативного координирования действий дважды в день проводятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, где подводятся итоги проделанной работы и ставятся первоочередные задачи. Кроме этого, ежедневно в 7 часов утра специалисты всех служб, заместители главы района, сотрудники ГО и ЧАЭС собираются, чтобы скоординировать работу на предстоящий день. На сегодняшнем планерном совещании Роман Сенеговский перед своими заместителями и всеми ответственными структурами поставил задачу ликвидировать все последствия ЧАЭС и навести порядок в районе в течение трех дней. Распишите каждый участок и за три дня наведите в городе Боряне. Сегодня у нас четверг, пятница, суббота. Для ликвидации чрезвычайной ситуации мобилизованы все ресурсы, энергетики, спасатели, специалисты округов, администрации, коммунальщики работают в авральном режиме. Уже с утра мы ведем вывоз поломанных деревьев, занимаемся распилом после чрезвычайной ситуации, что произошло. Вывезли двор, победа 220, детскую площадку красная, 17А. И вот сейчас вышли на победу, будем здесь довозить деревья. Работаем с утра. Для того, чтобы быстро ликвидировать последствия ледяного дождя, усилий только районной и городской власти недостаточно. Необходимо, чтобы жители, работники предприятий и социальных объектов приняли самое активное участие в наведении порядка. На совещании с руководителями славянских организаций учреждений объектов торговли Роман Синяковский призвал их мобилизовать коллективы, технику и навести порядок на собственной и прилегающей территории, чтобы специальные бригады имели свободный доступ к объектам, требующим ремонта, а ветки были складированы в удобных для вывоза местах. Вы все руководители предприятий, имеете коллективы, поэтому у меня просьба мобилизовать свои коллективы, технику, какая у вас есть, и навести порядок на территориях, которые прилегают к вашим предприятиям, учреждениям. Может посмотреть метров 20 вперед, назад, лево-вправо, для того, чтобы в городе был порядок, чистота. Руководители откликнулись на призыв и уже сегодня, в течение всего дня, на территории города и района велись восстановительные работы. А тех, кто вышел помочь Славянску на Кубани, обрести прежний красивый и ухоженный вид, мы обязательно расскажем в следующем выпуске новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова